В Калязинском районе в разгаре туристический сезон, который в этом году начался позже привычного срока из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Сейчас путешественники выбирают для себя не только популярные маршруты, но и стараются побывать в незнакомых до этого местах. О том, что посетить в Калязине в этом году, смотрите далее. Колокольня Никольского собора – главная достопримечательность Калязина, которую хорошо видно как с берега, так и с воды. Сегодня это один из символов города и всей Волги, поэтому на каждого туриста она производит неизгладимое впечатление. Помимо красот волжских просторов, знакомств с героической и трагической историей Калязина, ежегодно туристические компании стараются предлагать гостям что-то новое. Разные пути ведут в город Калязин. Это автомобильный, водный путь по реке Волги, на круизных теплоходах и, конечно же, те, кто приезжает просто на своих машинах к нам в город. Сезон начался с июля месяца. Он очень активный, очень большое количество туристов, особенно индивидуальных, те, кто путешествует на машинах. У нас есть новые маршруты с посещением монастырского острова в городе Калязина. Этот остров мы называем Тверским Валаамом. Особой популярностью пользуются музеи Калязина. Один из них – Волгари, который в этом сезоне пополнил свою экспозицию необычной коллекции молотков под названием «Ударная сила». Ее предоставил Виктор Михайлович Грибков-Майский, автор-путеводители по Тверской области. Как рассказывает автор коллекции, она формировалась в течение нескольких лет, и в ней насчитывается 80 предметов. Некоторые экземпляры попали в коллекцию с отечественных развалов старых вещей, а некоторые прямиком с блошиных рынков Франции. Кажется, обычный такой предмет для нас, но с ним много чего связано. Он объединяет многие профессии. И вот как раз на таком подвижном мобильном стене, скажем так, вот как раз подобранность по профессии. Здесь вот и опытные каменщики прошлых столетий, которые создавали всевозможные узоры из камня. И здесь мы видим на контрасте, как поместили девушку бодрую советского периода, который такой здоровенный молоток, вот кажется, все ей по плечу. Туристический сезон продолжится вплоть до сентября, а местные власти продолжат развивать маршруты для путешественников совместно с Министерством туризма Тверской области.